В городе Брентуди В одну ночь, когда миссис Кимбаль, жена архидьякона, поцеловав меня на прощание, оставила одну в моей спальне, я вдруг почувствовал какое-то особенное чувство страха. Если бы я могла сбросить с себя владевшую мною силу, то убежала бы из комнаты, сознавая же, что это вне моей власти, я могла только запереть дверь и поспешила погасить свечу, лечь в постель, надеясь заснуть. Что мне сперва и удалось, но не прошло более десяти минут, как меня что-то разбудило, и тут я почувствовал себя как бы в нормальном состоянии. Далившая меня перед сном сила точно отлетела. Но вот к великому моему ужасу запертая дверь тихо отворилась, и через нее медленно, скорее вплыла, чем вошла в комнату необыкновенная эфирная фигура красивой молодой девушки лет двадцати. Веселая, счастливая, улыбающаяся, розовенькая личика смотрела на меня приветливо. На ней было светло-желтое платье с небольшой перелиночкой такого же света и материи, как ее платье. Я опять не могла ни пошевелиться, ни сказать ни одного слова, и только страстно желала, чтобы девушка скорее ушла. Но она напротив стала приближаться, остановилась фута на три от моей кровати и заговорила ясным, несколько грустным голосом. Не пугайтесь, я меньшая дочь, мистер Экембаля. Я умерла от скарлатины и горловой болезни в комнате напротив вашей. Мне было два года, но теперь, если бы я осталась жива, было бы двадцать один. «Скажите матери и отцу, что я приходила к вам. Скажите еще, что смерти нет, и я очень счастлива». Сказав это, она исчезла, а я почти в ту же минуту крепко заснула. Желая проверить это странное явление на следующее утро по окончании завтрака, я попросила моих хозяев предложить им несколько вопросов, на которые прошло отвечать мне коротко, да или нет. Когда они обещали, я спросила, была ли у вас маленькая дочка, умершая от скарлатины и горловой болезни? «Да», — ответили мне оба. «Ей было два года?» «Да», — опять ответили оба. «Если бы она осталась жива, было бы ей теперь двадцать один год? И отличалась ли она особенно живым цветом лица?» «Да, о, да», — воскликнули оба. «Прекрасно, теперь скажите еще, последнее платье, бывшее на ней перед болезнью, не было ли светло-желтого света и с перелинкой?» Архидиакон отодвинулся от стола, и с груди его вырвался легкий стон. «Да, да, на нашем сокровище было именно такое платье. Разве вы ее видели? Если она придет, опять скажите ей, чтобы она пришла к папе. Папа так желает ее видеть». Миссис Кембаль вся в слезах сказала, «Да, это было последнее платье, которое мы на ней видели. Пойдемте ко мне, я покажу вам его». И когда она показала мне платьице и перелинку, я передала им поручение от их дорогой дочки из иного мира. Факт, том шестой, номер первый. Посмертное явление. Некто Б, ныне от самой артиллерийских поручих, пользующийся в среде своих знакомых глубоким уважением, передал мне следующий случай с ним в конце сентября месяца 64-го года. Факт, который имел место в доме его дальних родственников, зажиточных помещиков тогдашнего времени, деревни Селесев Минской губернии Мазурского уезда. В сентябре 64-го года он задумал совершить поездку из Житомира в Минскую губернию к своим весьма уважаемым родственникам, господам Эл, у которых шесть месяцев тому назад умерла в чахотке 18-летняя дочь Камилла, красивая и образованная особа, имевшая при жизни некоторые неравнодушия к личности господина С. Последний, зная от личности, как лично, так и письменно, ее неизлечимую болезнь, игнорировал этим расположением и сознавал вполне, что в близком будущем она умрет. Получив отпуск, господин С. отправился в путь при самых благоприятных условиях осеннего времени. Дороги сухие, ночи лунные и безоблачные, а лошади, что называется, орлы. Прибыл к месту, как он рассказывает, в очень хорошем расположении духа и был принят весьма радушно, несмотря даже на поздний вечерний час, заставлявший пожелать друг другу покойной ночи. Радушный хозяин и его уважаемое семейство, увеличившись как раз в это время еще к приехавшим родственникам, докторам с женой, расположились пить чай и беседовать о текущих житейских делах. Когда наговорились вдоволь и пожелали взаимной покойной ночи, все разошлись по своим спальням. Мне же за неимением свободной комнаты приготовили постель на диване в зале, где, конечно, я остался наедине и, пользуясь совершенной свободой усталый после путешествия, снял мундир, добыл из чемодана табак и стал крошить его чуть ли не на весь стол с целью просушки. Занимаясь этим делом при зажженной свече, я вдруг услышал позади себя, около тропических цветов и возле рояля, шелест шелкового платья, что заставило меня выйти из некоторой задумчивости и обернуться. Но не успел я вполне обернуться и сообразить, отчего происходит в пустой комнате шелест, как в отшелковом платье. Как вдруг вижу реальную женскую фигуру, одетую в черное длинное шелковое платье и с красным бантиком на шее, которая не то идет, не то плывет по воздуху вдоль рояля. И, пройдя последней, исчезла в простенке между роялем и дверью, ведущими в комнату приехавшего доктора и его жены. Покуда я осматривался в таинственной посетительнице и не мог еще разглядеть лица, во мне существовали бодрость и та воинственная храбрость, которой гордится каждый военный человек, а тем более офицер. Но когда я увидел профиль лица посетительницы и узнал в нем умершую Камиллу, вся энергия и самообладание во мне исчезли. Пошел мороз по всему телу, волосы приподнялись и схватив инстинктивно в одну руку мундир и автоматически выбежав из комнаты в коридор. Сколько по счету дверей я пробежал, не помню. Кажется, перед последними я остановился и вспомнив, что нахожусь в чужом доме, где было бы неприлично бегать с мундиром в руках. Наскоро надев по тьмах мундир, я кое-как привел в равномерность дыхания, придал себе, как мне казалось, бодрый, геройский вид, взялся за ручку дверей и отворил последнее, без всякого разрешения, вошел в комнату. Комната эта, которую я мало знал, оказалась детской, и к моему большому счастью в ней находились, кроме двух моих малолетних кузин, старуха-мать, жена и совершеннолетний, здоровый и рослый кузен. Они еще не спали. Последнего я вызвал в коридор и заявил ему, что один в зале не буду ночевать, вследствие некоторого нездоровья. «Да», — сказал он с некоторым смущением, «видно по бледному твоему лицу, что ты нездоров, и кроме того, ты взволнован». Причем он просил объяснить причину моего заметного волнения. «И что именно случилось со мною?» Ударяя на «случилось», не имея возможности дать себе отчет, было ли это действительно сверхъестественное для меня непостижимое явление или просто-напросто последствия моего пути, который неожиданно мог расстроить нервную систему. Я его успокоил тем, что завтра объясню подробно, но под большим секретом. Он, как и следовало ожидать, согласился провести ночь на кушетке в зале. Не успел я вполне еще улечься и погасить свет, как он уже захрапел, что меня очень ободрило. Потушив свет, я улегся, как ни в чем не бывало, хотя мысль в незначительной степени работала над объяснением случившегося, и по неволе пришлось подыскивать мотивы такого небывалого в жизни со мной случая, который мог иметь место только у человека, страдающего галлюцинациями или склонного к алкоголизму. Лежа и рассуждая подобным образом, наконец, я погрузился в приятное сонное оцепенение, которое продолжалось недолго, потому что мне пришлось обратить внимание на шум приближающегося на середину комнаты мягкого кресла, стоявшего перед тем где-то у моего изголовья, возле рояля или стены. Медленно направил я взор свой, не вставая с постели по направлению к движущемуся самопроизвольно креслу, и к ужасу своему увидел, что эта самая фигура в черном платье с красным бантиком на шее движет кресло по направлению ко мне. Когда кресло уже стало как раз против меня, фигура садится на него, кладет обе руки на спинку, а на руки склоняет голову и упорно смотрит на меня своими тусклыми глазами, при белом, как мрамор, в лице, освещенном луной. Я был ни жив, ни мертв, тогдашнее состояние мое трудно объяснить словами. Пробую мысленно молиться, путаюсь, хочу закричать. Язык омертвел, и челюсти застыли. Холод, дрожь по всему телу и непреодолимый страх обуяли моим существом, чего никогда в жизни еще не испытывал. Однако, благодаря сильному своему темпераменту, мне удалось преодолеть себя и произнести испуганным гробовым голосом раза три имя спавшего племянника «Эдвард! Эдвард!» Одновременно с пробуждением Эдварда, который вскочил на ноги, как ужаленный, вышел из спальни доктор со свечой в руках, и оба они стали спрашивать, что случилось со мной. Тогда я должен был заявить им, в чем дело, и просить Эдварда немедленно переселить меня на остальную часть ночи куда-нибудь в другую комнату. Выслушав мое заявление, доктор иронически улыбнулся и, повернувшись к своей комнате, сказал, что я галиматью несу. А Эдвард просил ради всего не рассказывать об этом домашнем, особенно хранить в секрете перед матерью и бабушкой. Так как рассказ сам по себе был и для меня весьма неприятным, то я дал кузену честное слово, что буду хранить в секрете, но из озабоченного и изменившегося его лица я подметил, что и он хорошо знаком с явлением этого призрака. Недолго дома и мы оба переселились в столовую и улеглись на одном широком диване. Несмотря на проведенные мной в дороге несколько бессонных ночей, я не мог уснуть до пяти или шести утра. Проснулся я в десять часов дня и как раз в это время вошел ко мне с вычищенными сапогами старый лакей-поляк, который с некоторой ему присущей фамильярностью пристал с вопросом, почему я не спал в зале, а перешел спаничем вместе в столовую. Я не стал давать ему объяснений, но он не унимался и стал назойливо говорить, что он догадывается в чем дело и знает хорошо, что причиной всему этого покойная панинка, которая часто является и которую не только вы, панич, продолжал он, видели, но и мы все, точно так же паны, дети панские, видели панну, то в зале, то на балконе, то в саду на террасе, и она нам ничуть не страшна. Явление в минуту смерти В 1855 году госпожа Ше была классной дамой в одном институте в Одессе. Ее любимый брат находился при армии в Севастополе, и они аккуратно переписывались каждую неделю. Раз это было 25 мая, госпожа Ше проснулась утром по первому звонку колокольчика, будившего институток. Воспитанницы, с которыми она спала в одной комнате, лениво приподнимались. «Вставайте скорее, дети!» сказала госпожа Ше. «Смотрите, какое чудесное утро!» Ее постель стояла очень близко к окну. Оно не запиралось всю ночь. Под этим окном шла крыша институтского лазарета, невысокое здание которого образовывало прямой угол со зданием самого института. Госпожа Ше, говоря о погоде, взглянула в окно и вдруг увидела странную перемену декорации. Вместо лазаретной крыши перед ее глазами поднимался зеленый вал сорвом внизу. По валу бежал офицер в фуражке. Он бежал прямо к окну. И госпожа Ше с изумлением узнала в нем брата. Молодой человек вскосил в окно, подошел к ней и, крепко взяв ее обеими руками запресить, также крепко поцеловал в обе щеки. «Что ты?» «Как сюда попал?» спикнул она с удивлением. Но он в ту же минуту повернулся, выскочил опять в окно и побежал обратно по валу. Добежав до середины, молодой человек вдруг сильно покачнулся. Фуражка слетела у него с головы и вслед за ней он сам скатился в ров. И все исчезло. Под окном институтской спальни опять тянулась лазаретная крыша. Госпожа Ше протирала глаза, думая, не сон ли ей приснился. Но на обеих щеках горели крепкие поцелуи брата, а на плечах оставались знаки от его пальцев. Она взглянула на девочек. Они сидели молча и во все глаза смотрели на нее. «Дети!» «Я не спала сейчас?» в смущении спросила госпожа Ше. «Нет!» отвечали они. «Вы смотрели в окно, а потом с кем-то разговаривали». В эту неделю госпожа Ше вместо обычного письма от брата получила известие о его смерти. Он был убит 25 мая в тот утренний час, когда его видела сестра. Ограбленная могила самым лучшим гульбищем летнее время служит для жителей города Симбирска так называемая Киндяковская роща, находящаяся в трех верстах от города по Саратовскому тракту. В этой рощи в самой глуши деревьев красуется и до ныне, хотя и крайне попорчена непогодами и годами, каменная массивная беседка в виде довольно большого, вроде языческого храма, с колоннами и с каменными урнами на четырех столбах вокруг круглого купола. С этой беседкой соединенного Сарожилов города много легендарных рассказов и много кладоискателей, многие полагают, что под беседкой сокрыт клад, нередко подрывались под фундамент или портили каменный пол. Но вот истинный рассказ слышали мной лично от старого владельца села Киндяковки, умершего в 60-е годы, столетним стариком Льва Васильевича Киндякова. Вышеупомянутая беседка, по его словам, сооружена еще в середине прошлого 18-го столетия над прахом одной родственницы семейства Киндяковых лютеранского вероисповедания, и сам Киндяков, служивший при императоре Павле Петровиче, не помнит времени этой постройки. Вот что случилось с ним самим в 1835 году. Однажды собрались в доме господина Киндякова в селе Киндяковки. В летнее время гости и играли в карты. Часу в первом Паполунове вошел в комнату Лакей и доложил Льву Васильевичу, что какая-то старая дама вошла из сада через террасу в Лакейскую и неотступно требует о себе доложить, имея сообщить «Важное дело!» Господин Киндяков встал из-за стола, вышел в прихожую и действительно увидал высокого роста бледную старушку, одетую в старомодный костюм. На вопрос о том, что ей угодно в такое позднее время и кто она? Старушка ответила «Я Эмилия Энн, родственница моя, схороненная в саду под беседкой. Сегодня в одиннадцать часов двое грабителей сняли с меня золотой крест и золотое обручальное кольцо и потревожили прах мой». С этими словами старушка быстро пошла в отворенные двери террасы и скрылась в саду. Киндяков сроду ничего не боявшийся счел все это явление за продукт расстроенного картежной игрой воображения. Велел подать себе умыть холодной водой и как ни в чем не бывало возвратился к гостям метать банк. Но каково же было его удивление когда на другой день в десять часов утра явились к нему караульщики сады и доложили что пол в беседке выломан и какой-то скелет выброшенный из полузнившего гроба на землю. Тут поневоле пришлось уже верить и господин Киндяков предварительно удостоверить что и лакей в прошлую ночь видел то же видение и слышал ясно от слова до слова все произнесенное привидением немедленно обратился к бывшему в то время в симбирске полицмейстеру полковнику Орловскому то это энергетически принялся за розыск и действительно обнаружено было что два симбирских мещанина ограбили труп и заложили золотые крест и кольцо в одном из кабаков главной же целью их было отыскание клада этот же рассказ слышали лично от Киндякова симбирский помещик Сергей Николаевич Нейков доктор Явланов и многие другие из числа подобных фактов факт этот замечательен тем что привидение не только явилось но и отчетливо говорило что редко встречается и что наконец посмертный призрак явился отнюдь не ранее как лет через сто после смерти к этому мы можем присовокупить что господин Киндяков был старик высшей степени правдивый и не верящий ни во что сверхъестественное и пользовался до самой смерти прекрасным здоровьем покойный лорд М отправился в конце прошлого столетия в Шотландию оставив жену свою совершенно здоровой в Лондоне ночью в первый же день приезда в свое шотландское поместье он был разбужен ярким светом озарившим его спальню полок кровати раздвинулся и лорд М увидал призрак своей жены стоявшей у кровати он позвонил и спросил у вошедшего слуги что ты видишь испуганный лакей с ужасом воскликнул это миледи ладием скоропостижно умерла в ту же ночь в Лондоне история это наделало в то время много шуму Георг Третий послал за лордом М и получил от него подтверждение этого происшествия попросил его изложить письменно все обстоятельства этого дела что и было исполнено а слуга подписи свою удостоверил правильность описания около года спустя после того пятилетняя младшая дочь лорда М опроповед вбежала в детскую с криком я видела маму она стояла наверху на лестнице и манила меня к себе в ту же ночь дитя это маленькое арабелло заболело и умерло я могу вполне ручать за достоверность обоих этих случаев ибо получил письменное изложение этих происшествий от одного из членов семейства лорда М Роберт Дель Оуэн за могильные отголоски осязаемое привидение венчестерский епископ Вильберфорф один из высших становников английской церкви которого имя произносят с уважением всюду где говорят по-английски получил однажды приглашение к обеду в один из семейных домов центрального графства прийдя несколько ранее назначенного часа когда хозяйка еще не вышла из своих комнат он застал в гостиной неизвестного католического священника который сидя на диване внимательно читал толстую книгу когда когда епископ зашел в гостиную священник поднял глаза странно и молча поклонился ему и затем снова погрузился в чтение это был человек стройного и крепкого сложения серьезного вида на лицо его носило выражение такой усталости и беспокойства что невольно привлекло внимание епископа возбуждая его любопытство узнать кто это был такой и почему он в этом доме после того как собрались и другие приглашенные епископ сидя возле хозяйки спросил его потихоньку кстати вы не представили мне этого священника у которого такая замечательная наружность и которого я застал в гостиной когда приехал кто это такой его теперь не видно между гостями при этом вопросе странное выражение показалось на лице хозяйки которая быстро и тихим голосом сказала ему как неужели вы его видели без сомнения отвечал епископ но простите меня если я невольно коснулся какой-нибудь семейной тайны я думал что этот священник был просто гостем как и я и наружу всего меня так поразило что я пожелал быть ему представленным но если по какой-нибудь причине вы пожелаете чтобы его личность осталась неизвестной то можете рассчитывать на мою скромность нет нет ваше преосвященство отвечала хозяйка все тем же тихим голосом вы заблуждаетесь так как мне нечего скрывать хотя мой муж и желал бы чтобы это не разглашалось я только удивляюсь этот священник показался вам тогда как до сих пор он показывался только глазам нашего семейства тот кого вы видели не был гость но призрак как призрак да именно продолжала хозяйка призрак существования которого нельзя усомниться ибо в продолжении двух лет что мы здесь живем этот призрак является несколько раз мне и моему мужу при таких условиях что всякая ошибка с подозрением чего-либо другого невозможна мы его видели с десяток раз и не будучи в состоянии объяснить это явление какими-либо естественными причинами мы решились об этом молчать но так как и вы были очевидцем этого привидения то не могу ли я ваше преосвященство просить вашей помощи я готов помочь вам всем чем только могу отвечал епископ мне часто приходило на ум что если бы у кого-либо хватило смелости с ним заговорить то этим быть может можно было бы избавиться от его посещений вы можете если хотите под каким-либо предлогом вернуться в гостиную и если он там попросить его оставить наш дом одним словом сделать заклинание после небольшого колебания епископ согласился он извинился перед гостями в необходимости выйти на минуту и вышел из столовой при входе в гостиную его охватил внезапный страх когда он увидел того же священника по-прежнему погруженного в чтение овладе с собой он решительно направился к призраку так же как и в первый раз тот молча поклонился епископу но вместо того чтобы снова погрузиться в чтение его глаза с беспокойством остановились новошедшим после минутного колебания епископ медленным и торжественным голосом произнес во имя Бога кто вы и что вы хотите в ответ на это заклинание священник закрыл свою книгу приподнялся и стоя перед епископом после минутного молчания отвечал глухим и медленным голосом до сих пор никто не заклинал меня таким образом я вам скажу кто я и чего я желаю как видите я священник католической церкви и 80 лет тому назад этот дом принадлежал мне у меня была страсть к охоте и я пользовался всяким случаем чтобы поохотиться однажды я готовился отправиться по соседству как вдруг молодая дама высокого происхождения приехала просить моей исповеди я вам не повторю того что я услышал но это близко касалось чести одного из самых знаменитых домов Англии ее признания показались мне столь важными что я решился записать их это без сомнения была не скромность и даже скажу грех так как подобная вещь строго воспрещается нашей церковью когда исповедь была окончена и кающийся получила разрешение я заметил что мне оставалось очень мало времени уезжая из дома я тщательно спрятал записанное в секретной нише сделанной в стене я поместил эти заметки в книгу которую читал в то время и положил все это в нишу заделал отверстия кирпичами нарочно для этого вынимавшимися с намерением по возвращении домой уничтожить компрометирующую запись к несчастью смерть помешала мне исполнить это намерение так как в этот день я убился упав с лошади с тех пор мне как бы предопределенно посещать этот дом чтобы предупреждать последствия моей ошибки препятствия тому чтобы эти фатальные заметки попали в чьи-нибудь руки до сих пор никто не осмелился обратиться ко мне так смело как вы никто еще мне не мог и даже не подал надежды достигнуть моей цели хотите ли вы помочь мне если я вам скажу где эта книга поклянитесь мне всем святым для вас уничтожить эту бумагу не читавши и не позволяя никому прочесть ее даете ли вы мне слово сделать это клянусь отвечал торжественный епископ что буквально исполню вашу просьбу в таком случае следуйте за мною с этими словами священник пошел вперед и спустился с епископом сначала по парадной лестнице потом по черному ходу в подвал здесь сказал священник опершись рукой о стену епископ посмотрел внимательно указанное место и обратившись к своему собеседнику чтобы задать ему вопрос увидел что он остался один в плохо освещенном подвале взволнованный да нельзя он поспешно возвратился в столовую в заключении этой истории скажем что в указанном призраком месте действительно была найдена пожелтевшая от времени книга с заметками священника епископ свято исполнил клятву уничтожившую в присутствии хозяев компрометирующие заметки излишне прибавлять что с этих пор посещения призрака прекратились миссаджер 1889 год 20 номер призрак огорченной матери в еженедельном журнале женщина вумен о одном из многочисленных изданий успех которых свидетельствует о быстром развитии женского вопроса появилась следующая статья я слышал недавно интересный рассказ о привидении сообщенном мне одним из моих друзей человеком правдивым заслуживающим полного доверия и насколько мне известно никогда не отвечавшимся пылким воображением или особой впечатлительностью несколько времен тому назад он гостил в Ирландию одного приятеля недавно женившегося во второй раз первый вечер проведенный моим другом в этом доме прошел очень оживленно и он удалился в свою комнату в самом приятном расположении духа лег в постель и вскоре заснул спустя немного времени его разбудил шум отворявшейся двери он проснулся и увидал что на пороге появилась освещенная ярким светом фигура женщины по-видимому глубоко огорченной он заговорил с ней и не получив ответа поспешно зажег свечу в ту же минуту и женщины и свет исчезли и мой друг убедился что дверь была по-прежнему заперта сильно пораженный этим таинственным явлением мистер Г не мог более заснуть и старался убедить себя что все видено им было не иное что как сон но вот часа два спустя он с ужасом увидел что дверь опять медленно и в этот раз бесшумно отворяется и в комнату входит та же самая женщина теперь он мог разглядеть ее лицо и в ту же минуту узнал вошедший оригинал портрета висевшего в столовой на стене слезы струились по щекам женщины она видимо находилась под влиянием отчаянного горя быстрыми шагами приблизилась она к окну и в ту же минуту раздался плач ребенка доносившийся как будто из-за окна не помня себя мой друг вскочил и хотел заговорить с нею но как и в первый раз видение моментально исчезло мистер Г не был трусом но он сознался мне впоследствии что никогда прежде не приходилось ему испытать подобного страха как в эту ночь на другой на другой день за завтраком он рассказал хозяину дома о своем ночном приключении и тот объяснил ему значение портрет висевший на стене в столовой изображает его первую жену она умерла от горя после смерти их единственного ребенка упавшего из окна той самой комнаты где спал гость несчастная мать пока ей позволяли силы постоянно ходила в комнату в которой лишилась обожаемого сына а после ее кончины по уверению многих лиц эти явления и звуки повторяются почти каждую ночь